Итак, мы продолжаем. А кстати, по поводу экспы на вазде, за неё, по-моему, можно закреплять сообщение в чатике, стоит это, по-моему, 300 экспы. Не пробовал, не знаю, но вроде бы можно. Там собралось так много людей, они что-то ищут? Я надеюсь, я смогу сегодня пройти сюжетку. Говорят, организаторы расставили много досок объявлений, чтобы зрителям могли оставлять сообщения и общаться друг с другом. Кажется, это неплохой способ подогреть обсуждение турнира. В наше время знаете, что такими досками было для общения друг с другом? Правильно, это была парта. Я думаю, она была похожа на вот эту доску. Интересно, будут ли они обсуждать нас с кручезверем? Если бы я могла как-то использовать этот опыт в своей научной работе. Стоит такая стесняшка. Паймонт считает, что это отличная идея. Чтобы написать научную работу, нужна уйма информации. А получить её не так-то просто. А тут Лайла сама стала источником информации. Можешь писать о чём захочешь. Хорошая идея, Паймонт. Но я из Даршана Наратавахист. Информация, которой, говоришь ты, была бы полезна разве что студентам Амурты. А, разные Даршаны, разные миры. Да, можно предложить эту информацию студентам из Амурты. Например, продать её тому, кто предложит самую высокую цену. И получить, как это называется, гонорар. Во, получить гонорар. Кто о чём, а Пайма на море. Понимаю. Лавок, в смысле долго? Ну, в смысле ещё долго? Я думаю, это уже финал же. Это же уже конец. Мора для меня не главное. Можно заключить честную сделку. В обмен на информацию, попросить студентов Амурты прочитать несколько научных работ по плеснякам и выяснить, что нравится круче зверю. Лявы злые. Лявы злые, короче. Просто злюки. А если я смогу сузить круг поисков, это значительно облегчит мне жизнь. Тогда не придётся покупать для круча зверя уйму разных продуктов, чтобы он всё попробовал. Ага. От одной мысли об этих покупках хочется упасть в обморок. Так вот, для этого и нужна Мора. Хитер, спасибо за фоллоу. Лайла, это потрясающая идея. Но без Мора. Узнай заодно, что нравится Шапочка. Я постараюсь. По возвращении я напишу письмо и отправлю его в Амурту. Ммм, подчинённый Сайна? Значит, он наблюдает за ареной? Ну куда же, куда же подобное событие могло... ...без Сайна-то... ...обойтись? Эх. Да, Эйтер, привет. Ну что, опубликована турнирная таблица для 32 команд, прошедших отбор. Это же не значит, что нас ждёт... ...вот столько... Нет, подождите, если там... ...короче, нас ждёт ещё много боёв. Чё-то мне не по себе. Чё? В следующем раунде мы встретимся с Сукой? Да-да-да-да-да, я об этом и говорил. Ох. Я давно этого жду. Хмм... Ничему ты радуешься? Не боишься, что мы выбьем вашего начинающего автора из турнира? На этом путешествие издательского дома Яя по Сумеру будет... ...окончено. А как же... Подождите. А как же сама лиса? Сделайте всё, что в ваших силах. Я никогда не ждала от Сулки победы в турнире. Возможно, именно проигрыш подарит ей озарение, в котором она так отчаянно нуждается. В конце концов, жизнь без трудностей имеет тенденцию сужать кругозор. В этом я согласен. А люди, не знающие поражений, не знавшие поражений, уверены, что правда всегда на их стороне. Так что некоторые поражения бывают куда ценнее победы. Ну, как скажешь. Главный редактор. Ммм, отлично. Я с нетерпением жду следующего раунда. И очень на вас надеюсь. Не, ну, спасибо, конечно, но дай хвост под... А если мы выиграем? А как насчёт условия в случае победы потрогать себе хвост? Так. Вторую главу прошли. Так, ждём снова. Девять утра следующего дня. Тридцать гемов, ребят, тридцать гемов. На дороге такие суммы не валяются, к сожалению. Так, это всё ещё сегодня. Завтра. Где-то вот так. Чё-то после прокачки плесенников я хочу внезапно испариться. Чтобы, как на том стикере было. Кресло стримит. Вот-вот. Пусть стримит кресло. А я уже заканчиваться начинаю. Так, ну что, на хиточка. Пойдём. Следующая. Следующая глава. Третье. Продвижение и исследование. Сегодня одна шестнадцатая финала Кубка Лотоса. В этот раз нам надо сразиться с Олкой. А для этого понадобится двадцать тысяч энергии. Пойдём скорее на арену. Какие двадцать тысяч энергии? Что? Что? Так. Чего там боятся анимас лайма? Вообще неважно, короче, чего они там боятся. Давайте сделаем вот так. Это коварный план. Возможно, вы не поняли, что было задумано. Но так даже лучше. Да, ещё четыре файта. Я так понимаю, ещё четыре главы. Ну, пойдём. Хотя бы. Хотя бы Солка не должна толкать такие пафосные речи, как и наш предыдущий противник. Мол, вы мне не соперники и всё такое. Э, вы двое. Не думала, что так скоро встречусь с вами на арене. Простите. Но мне придётся победить вас ради своей писательской карьеры и одобрения госпожи Яя. Чё-то... Чё-то это... Чё-то она изменилась, вам не кажется? А где вот... А-а-а! Это же Яя рядом нету. Да-да-да, прямо осмелела-осмелела. Почему осмелела? Потому что нету Мика рядом. Была бы Яя рядом, она бы опять мямлила что-то. Но она... Она борется за её одобрение. Понимаю. Ну, попробуй. Хвостик Яи будет моим. Но не будь такой самоуверенной, Солка. Мы тоже поблажек делать не будем. Уродились его хвоста. Само собой. Эмм... Анима Плесенник, да? Там козырь у неё. Давайте его просто сожжём. Ну и сделаем Бонг финальный. ой да простите надо бы еще и штучки собирать а черта а мой план то был коварен на самом деле я даже больше скажу он работает ну и еще вот так ну сжигаю дендроплесеньки и сжигают какая разница ну почему я не выиграла план то сработал но план то сработал все хорошо видимо талант и сила гостя тэнчукаку недостойны для простого для простой смертной вроде меня а там она бы по земле бегал ну да ладно главное что план сработал как же быть сука приняла поражение близко к сердцу мика говорила что можно не сдерживать что можно не сдерживаться нам когда я она ее увидит в таком состоянии то точно разозлиться причем разозлиться на нее скорее я в панике никак не успокоюсь пойдем избавимся перед мика шапочка тебе придется изобразить виновата и лицо я знаете как изначально прочел я в панике никак не успокоюсь пойдем избавимся от нее от мика до чтобы не было проблем но нет мика нет проблем вы представляете шапочка такая стоит с виноватым лицом мол это мы не хотели она как-то вот само так получилось ну пойдем извиняться перед мика что ли но одну шестнадцатую мы выиграли успешно все хорошо лиса уже здесь лиса уже здесь мика прости кто помог подумать что шапочка одним ударом выведет из строя солку одним ударом пойман укоротитель здесь как бы я должно быть солка была в отчаянии начала бормотать что-то вроде простым людям как я такое не по силу сжавшись на полу и причитая все так и было ты и правда очень хорошо и и ты и правда очень хорошо ее знаешь да что если она из-за лисички такую стала поэтому она и хорошо знает ее так даже лучше этот удар останет для солки ценным материалом прекрасным примером неудач с которыми сталкивается главный герой в процессе своего роста это тронет сердце читателей читателя вы же останется прообразом злодеев наносящих подлые удары в ходе борьбы за победу не убивайте из игры раньше меня подождите в смысле пойман сидит у злодея на шее она еще хуже как смысле подлые герои подлые удары в смысле прообразом злодеев и лицо тору в этот момент она как бы да на многое намекает да вот пойман сидит у злодея на шее она еще хуже и сейчас не будем о сидении на шее не к обязательно проследи чтобы салка была помягче своих описаниях до в описании подлых ударов которые мы наносили тару пойман и я я так ты жила вообще тише тише только не падай фоборок я все думаю кого она мне напоминает ой божечки кошечки где же это либо это магическая академия либо помните была анимка где еще комментатором была учитель у которой постоянно из носа шла кровь и она просто постоянно падала в обморок а причем при смерти болен я я не помню что за ним к но вот я смотрю на лайлу и прям вижу этого учителя болен да это она на я в порядке я написала письмо учащимся аморта к моему удивлению они проявили неподдельный интерес к делу они ответили всего лишь через несколько часов и отправили нужные мне данные фокс у меня надежда на то что у меня или интернет отвалится или еще что-нибудь и и вот эти свет вырубится основываясь на этих данных я попыталась приготовить много еды для круче зверя но ему не особо понравилось а может быть ингредиенты были не совсем правильными просто серьезно целый ивент за один стрим мы прям переборчик затем я составила измененный список ингредиентов которые могли бы понравиться шапочки и в итоге не спала до глубокой ночи поэтому сегодня мне немного трудно дышать ну ребят надежда умирает последний так что ты так быстро получила результаты вот это да трудно дышать из-за всего лишь легкого недосыпа шутки шутками ребят но мне напоминает это одну болезнь как ты лайла задаешь соперникам шару сумка она сама я не виноват да благодаря твоим тренировкам круче звери стал куда более послушным моего реакция а его реакции я скоро буду завидовать но и соперники тоже становятся сильнее поэтому на расслабиться не получится хотелось бы еще раз потренироваться к круче зверям чтобы пройти в четвертьфинал так сейчас будет 1 8 проблема в том что завтра в 7 утра я хочу снова пойти к универсальному торговцу и разом купить все нужные ингредиенты а как ты их понесешь то если ты говорила что тебе даже книжечки сложно таскать и это не проблема я пойду с тобой на закрытую тренировку а что касается покупок то попросим ребят они отлично справились справляются с такими поручениями вы помните как пойман справлялась когда венок тащила да похоже на вы часто работаете на госпожу я я не по своей воле ребята не по своей воле если не согласимся то наша репутация да 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 только не превращай нас в злющих злодеев они серьезно боятся что если они скажут что она нас заставляет то мы превратимся прям вообще в тварей неописуемых не волнуйся лайла они просто только что извинялись передо мной за то что победили салку сначала пересек перекуси ем отдохни немного большое спасибо я так вам благодарна возьмите это адрес у не вели универсального торговца и здесь же находится список ингредиентов не стоит благодарности ты ведь провела исследование вкусов шапочки так что не переживай мы просто помогаем друг другу но она пользуется ой пользуется нами что же касается не раскрытой в прошлый раз темы потенциальной нестабильности являющиеся следующим следствием этого соревнования пожалуй есть неплохая отправная точка материалы используемые для выращивания плесенников цветочный агар это одна из лучших сцен в романе тайное расследование маленьким читателям такое всегда нравится верно откуда взялась магия цветочного агара и жемчужин мудрости не заставляй нас проводить расследование пожалуйста к тому же а если не разобравшись в сути этого соревнования позволить они делать что и захочется то выйдет еще больше хаос давайте без расследований давайте я просто держу верх в турнире и все меня тема разговора вдруг стала такой замысловатой что пойман немного запуталась а тору тоже немного запутался точнее тору испуган рекомендую вам взяться за дело ближе к рассвету в это время все очень очень измотаны возможно вы сможете найти основные зацепки ну вот опять лисий хвост заставляет нас работать и ушла ты правда последуешь совету мика я не хочу но это необходимо для спокойствия нашего компаньона раз так то дождемся завтрашнего раннего утра и пойдем осматривать место выращивания прессе ников мы просто хотим убедиться в безопасности соревнования я не сомневаюсь в шапочке не переживай да это ребят это так 3 часа утра следующего дня и я думал нам просто придется делать ржать сверх а нере ты можешь чатик называть поймошей но я думаю это на нее похоже пора отправлю отправляться в киоском где выращивают плесеников там как раз сейчас никого а после завершения исследования мы отправимся к универсальному торговцу о котором упомянула лайла и выкупим у него все после чего мы им перейдем следующий раунд а можно сразу следующий раунд пожалуйста ну фига себе люди спят не ними все спят он пряностями торгуют и даже кто-то покупает кому-то приправы захотелось в 3 часа ночи похоже на обычный цветочный агар ничего секретного их рецепты лежат повсюду на столах ну да пусть даже у них и странный состав слушайте а что если они эти грибочки наркотой накачивают и они становятся такими послушными значит мы не можем их исследовать если возьмем их это будет считаться воровством нас дискредитируют и бригада 30 даже может нас арестовать а пойман это не волновало когда она ела чужой суп не прям в общении точно у нас ведь у нас ведь есть фотокамера надо сфотографировать эти цветочные агары их рецепта так мы сохраним много важных сведений так будете это считаться вот ада для как все видно готова на теперь нам надо бы обратиться к профессионалу чтобы провести анализ но похоже время поджимает давай сначала поможем лаэли с покупками возможно и она не спит а ханья как будто мика увидела на вы очень строги к себе так рано начали обучать пресенников не удивительно что вы дошли до самой вершины ханья мы не договорили в прошлый раз твоя точка зрения слишком радикально откуда пойман знает слова радикальность радикализм и все вот это вот но это видимо где-то на тайком с нахидочкой общалась лишняя болтовня ни к чему если считаете что я ошибаюсь одолейте меня прежде чем внушать мне свою якобы правильную точку зрения она вообще нас не слушает когда мы только познакомились у нас были нормальные отношения как же дошло до такого ладно пойдем у нас мало времени это касается ивента ну ладно придется нам еще постараться шапочка пока 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 что-то там вот что значит она на японском у у нас опять стримы и депо как не стрим постоянно что-то связанное с едой опачки короче ладно все таки что-то здесь где-то не полтора километра я улайла бы точно умерла если бы туда пошла но я вот и в этом точно уверен ладно понятно почему мы идем этим заниматься не сама лайла хотя могла бы и мика тоже сходить потренироваться а потом зайти ми да 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 это следит за кем-то тот вид затем я уверен там сзади стоит еще человек сайна следит за вот тем а сайна следит за человеком сайна на вот место встречи с универсальным торговцем согласно записке лайлы должно быть вы ищете универсального торговца если так то добро пожаловать вы также как и я уже успели соскучиться по озвучке дори а я уверен ребят что успели да да а ты откуда знаешь не может быть это же дворе так это ты универсальный торговец о котором говорила лайла как как пойман просто по голосу смогла это не понять просто ее ни с кем невозможно спутать в геншине вообще ни с кем почему вы так удивляетесь госпожи санге мобай самый большой и удивительный ассортимент товаров все торговцы и покупатели в большом базаре об этом знают короче она видимо и правда не завязала с криминалом и вон теперь всякие штуки продает универсальный всемогущий всесильный и другие подобные слова все это мои эксклюзивные бренды никто из других торговцев не имеет права их использовать за исключением желающих купить это право за несколько миллионов она на франшиза продает она продает франшиза типа если ты хочешь стать всемогущим торговцем то заплати пару миллионов дори понимаю понимаю и нам стоило догадаться так что лайла правда отправила вас с поручением похоже на и впрямо держима этим турниром укротителей ух уж это озвучка значит у вас с лайлой довольно близкие отношения раз ты так хорошо ее знаешь отношения здесь ни при чем лайла покупала у меня кое-что ничего особо ценного но для учащегося это большие деньги наслаждаемся озвучкой разумеется было очень легко догадаться что она участвует каких-то подозрительных соревнованиях похоже тебе кое-что известно у меня просто смутное ощущение что есть какой-то подвох кстати у меня тут кое-что залежалась чем будет у меня ржавиться лучше предложу это вам короче кукуха у нее на место не встает и течь не перестает хорошо м это какие-то детали и фрагменты записей говорят это аппаратура и документы которые пытались уничтожить организаторы соревнования но они оказались слишком невнимательными а чья-то тяга к обогащению слишком сильный и вот эти вещи оказались у меня не души не души если присмотреться текст на этих документах очень напоминает рецепт цветочного агара а фрагменты аппаратуры кое в чем похоже на жемчужины мудрости возможно все это использовалось в экспериментах возьмем их с собой и попозже покажем как может быть она найдет что именно здесь не так ну короче говоря можем сначала предположить что скаутили что-то не так похоже наши изначальные опасения вот-вот подтвердятся на пойман хотела просто поиграть шапочкой вот за пойман обидно она она к шапочке относится как будто это ее ребенок охоте и не совсем понимаю о чем вы говорите но похоже эти вещи вам нужны сделаю вам хорошую скидку с вас 60 миллионов спасибо за визит спасибо до свидания давай дори давай как как-нибудь увидимся в другой раз и так нечестно не пошутила никому кроме вас и матри эти вещи не нужны верно как-то я отдам вам их бесплатно что ребят у нас до и сломалась похожа над этим не заказывай вы не посмотрю что ей нужно а тогда все приготовлю отправлю ей курьером чтобы вас не гонять ой спасибо она какая-то прям сегодня очень добрая как же ты напугала пойман уж была решила что нам придется работать в пустую даже с премии нам вряд ли столько заплатят у арга и сао да 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 она такая же вот заказ лайла мука смешанная с молотым мацутата и выдержанное варенье и сок персика зайтун неужели плесники и правда все это идет и откуда лайлайт узнала не как же ее штырит то как же ее штырит дайте свидание с ней пойман слегка не по себе но он сейчас нет времени уж лучше пока продолжим соревноваться даже если м к у тебя что замышляет мы разоблачим его после того как пройдем последнее испытание бабуля дури так да 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 на или так и есть да тут так как блин я бы хотел голубей ловить еще этой штукой блин даже так не работает и ладно я никуда не побег я хочу посмотреть кто наш следующий противник ага какой-то чел непонятный дядюшка эти ладно дядюшка эти дядюшка эти на редакон меньше судя по всему никак и не будет меньше стрим вряд ли получится учитывая то что он уже 20 а он уже три часа идет так-то по факту то есть меньше четырех часов он явно никак не может быть как бы печально это не было так 1 8 финала пигнали мне вот этот пупс понравился да ну юга нет 1 4 потом 1 2 и в принципе финал а с этого момента да может быть и так к сожалению понял принял осознал но не по душе такой настрой мощь стоящие все мои стоящие всей моей многолетней тяжелой работы подходите и убедитесь сами в могуществе отряда плесенников владеющий силой крио так кто там криво показывайте а ты чел давайте криво пупса немножко подожжем и сделаем еще вот так что прям вообще хорошо было а да подождите-ка ребята у нас проблемы у нас ребят проблемы там хил завелся у них у них тоже есть своя шапочка так все с шапочкой разобрались теперь можно и вот так сделать не ну я просто типа негодую я не заметил что там была своя шапочка-то что как же как же это странно звучит глава кто мне в любом случае раз в год это светит так что от меня там мало что зависит ну в целом вот и все вот как бы и допрыгались так можно мне ульту пасила фух хорошо что я вообще заметил о том что там есть сил как такое возможно я оказался настолько слабым фух это была нелегкая победа а вы с ребятами славно потрудились шапочка уф еще одна победа одна восьмая пройдена но мы в любом случае в четверть финале а там прям два хила было ну и ладно второй не особо был заметен тоже пойман я увидела в расписании что вы прошли в следующий этап поздравляю а лайла у тебя сегодня хорошее настроение и круче зверь выглядит довольно значит ты тоже выиграла но на этот раз я сильно поволновалась я лишь на волосок обошла своего соперника как же здорово что до соревнования я успела потренироваться с яя я только что получила свой заказ от универсального торговца огромное вам спасибо чуть позже мы вместе с круче зверем пойдем менять статус что менять не хватает сил давайте просто уменьшим громкость кстати а куда делась мика госпожи я и похоже были какие-то срочные дела она ушла вместе с улкой кажется ими руководил наемник из бригады 30 и когда я вернулась на арену они уже довольно далеко ушли и догоняйтесь и спрашивать показалось невежливо ну может она занята своей работой верно последнее время мика все время была на соревнованиях хотя он хотя бы им изредка заниматься вопросами издательства это вполне нормально хотя я сомневаюсь что она занимается вопросами издательства к тому же мика говорила что хочет во время отпуска пособирать материал возможно это намек а возможно этот наемник их проводник и нам беспокоиться не о чем ага а впереди четвертьфинал самое важное состязание немного страшно но мы сделаем все что сможем а мы неплохо продвинулись удачи лайла ну да нам тоже не стоит расслабляться наверно мы должны быть начеку давай сфотографируем вещи которые дала нам дори и вместе с утренними фотографиями покажем их и мика при следующей встрече отпустите меня на перерыв пожалуйста так 3 глава все так еще плюс 30 гемов кстати гема гемами а что что 1300 было это в начале стрима было меньше я потом только посмотрел уже 1800 вы чё а там может еще гемы собрать можно а что 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 за что за щедрость так вы понимаете что мы уже близки на харде два клинка ты трение я уже после стрима буду тыкать это не сюжетная и совсем не обязательно меня интересует вот это ну да трение стоит потыкать хотя бы ради гемов да тут еще тоже вон куча гемусов да короче в плане гемов это очень-очень такой уважаемый ивент все ребят небольшой перерыв буквально пять минут и продолжим прекращать и и и и и и Продолжение следует...